Вход в городскую поликлинику. Пандус есть, но вот порог слишком высокий. На инвалидной коляске без посторонней помощи его не преодолеть. Я так думаю, что вопрос можно решить, просто к администрации обратимся, чтобы поставили кнопочку вызова, если человек приехал, кнопочку нажал, чтобы кто-то вышел и ему помог. Я думаю, что администрация пойдет вам в встречу. Мы обязательно это исправим, вот эти замечания. А так в этом году мы сделали очень хороший пандус. Это сделано буквально в 2015 году. Мы получили финансирование, проект сделали. Еще одна претензия. Больница не приспособлена для слабовидящих. В социальном учреждении должны быть специальные полоски, чтобы инвалид по зрению мог самостоятельно передвигаться по коридору. Последний инспектор, который видит слабовидящий, это желтый. И для того, чтобы они как бы не ходили и понимали, где находятся, обычно делаются широкие желтые полосы шириной сантиметров 15. А это пандус местный лицей. Заехать на него инвалиду вряд ли получится. С большим успехом устройство можно использовать как горку для катаний. А по слишком скользкому кафелю на крыльце опасно передвигаться не только инвалидам, но и здоровым детям. Эти углы достаточно острые. Я не знаю, на таком кафеле, как сказала директор лицея инвалидов, у них нет. Но не дай бог, чтобы появились. Обо всех претензиях активисты Народного фронта сообщили в администрацию города. Там пообещали устранить нарушения в ближайшее время. А тем временем помощники президента уже готовятся проверять доступность госучреждений для инвалидов в других районах ближайшей на очереди АСКИЗ. Всего же уже проинспектирована половина муниципалитетов республики, которые все же находят средства на устранение недостатков. Виктор Буро, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.